А сейчас придем! Сейчас мы последний раз Орел-Решку подкинем. Мне кажется, придет она. Она скажет ему, давай я пойду, ну пожалуйста, очень сильно хочу любви и ласки. Ладно, спасибо за что пообщались, я пойду. Или я буду сидеть как дебил? Совсем беспалевно. Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал Телекоплей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Life is Strange True Colors. Напоминаю то, что я отключила музыку в игре, чтобы нам не прилетали авторские права, поэтому музыки у меня нету. Возможно, теряется часть какой-то там ламповой атмосферы, но зато так мы с вами стопроцентно посмотрим ролик и нет того варианта, что он там забанится и вообще не сможет выйти. Поэтому терпим и наслаждаемся звуками природами. Природами, да. Ну ты, короче, понял. С тебя лайк, а мы продолжаем играть в Life is Strange True Colors. Мне пока что, в принципе, все нравится. Начинается развязочка, у нас погиб брат вроде бы как, но я все еще верю, что он еще живой. Кто знает, кто знает. В прошлой серии мы закончили на том, что обняли мужчину. Я думаю, здесь можно пойти по пути развития отношений с женщиной и отношений с мужчиной. С женщиной, конкретно с Рэйчел, вроде бы... А, Стеф. Это тебе, Гейб. Я по тебе скучаю. Я еще не совсем запомнила, как их зовут. Главное, что запомнила, как зовут главного персонажа, это Алекс. Вот видите, мы тут не слышим песню. Здесь 100% какая-то милая такая музыка, 100%. А я скучаю по тебе, мой милый друг, я плачу вечерами, слышу стук, и сердце разрывает мне грудину. Хочу скушать с тобою оленину. Весь город грустит, весь город не спит, и мать обнимает дитя. Забудь про меня, отпусти же меня, хочу жить дальше я. И в небо запускаю фонарик, надеюсь, его ты возьмешь. Я ничего не говорила сегодня утром. Просто не могла. Слушала, как все говорят о нем. О том, как ему жило здесь с вами. Я уже никогда не узнаю, каково это. Но хоть мы и провели вместе всего один день, он изменил мою жизнь. Я сказала, что не знаю, здесь ли мое место. А он ответил, что дом не нужно искать. Его нужно построить. Поэтому я буду строить дом. Запускай фонарик. Хорошая, прорицательная речь. Я люблю тебя, Гейп. На самом деле, вся жизнь, она вот такая вот. С естественными звуками. Правда, здесь, скорее всего, песня играет какая-то опять. Я скучаю по тебе. Смотри, все переполняются счастьем. Вокруг них счастливая аура. Они прям все вспоминают о нем только самое хорошее. Представляете, насколько был крутой наш брат. А мы питаемся этой энергией. Мы ее чувствуем. И нам тоже приятно. А представляете, пришла бы она на русские какие-нибудь похороны. Там все плачут. И она такая... Типа типичные... Опача! Отсука! Боится! Она меня боится. Это аура страха. Отсука! Я сейчас узнаю, о чем ты думаешь. Это она 100% отдала приказ. 100% она в этом Тироне замешана. Вот этом Туфоне, Хероне. 100%! Скотина такая. Я все вижу. Я все чувствую. И мы, кстати, с вами закончили следующую главу. Вторую, между прочим, внезапно. Так. Аликс помогла Маку справиться с панической атакой. Видишь, мы молодцы, как и 85% других людей. Элеонор забыла о смерти Гейба. Аликс напомнила Элеонору случившимся. Ну, я подумала, что это правильно. Шарлотта не взяла деньги. Молодец. Хорошо. Аликс насладилась тишиной на причале. О, видишь? Аликс прибралась в квартире. Видишь, мы чистоплюйка. Аликс ничего не стала класть на памятный стол. А можно было положить. Блин, а я не знала. Ну, ладно, ничего страшного. Так, Аликс оставил на мишени дарца веселую рожицу. Не оставила. Блин. Аликс выбрал для игры имя Александра. А все сами Альта, Альвин. 37% стали Альвин. Ну, это странно. Аликс отвлеклась на мысли о Гейбе. Аликс не сидела за столом на крыше. А я сидела. А я сидела. Я вот такая. Аликс поддержала Райна на поминках. Аликс сказала, что Гейб простил бы Райна. Так, Райна и Аликс обнялись в ущелье. Как и все. Ты дал какие-то. Стэф завевала титул чемпиона по настольному футболу. Ну и правильно. Я ей дала, позволила. Стэф сделала главным злодейным ролевой булевестника. Аликс не стала помогать орнитологу. Орнитологу? Господи, я даже не видела. Видимо, 59% не видели эту. Аликс помогла грустному парню найти его собаку. Аликс не стала помогать грустному парню. А я и не знала, как помочь. Ти? Да пофиг вообще. Ну, будем теперь знать, если буду перепроходить чисто для себя. Буду уже шарить за все это. Да капец, там большинство ее не заметишь. Монстр или человек? Глава 3. Ну, мне кажется, я как раз таки про эту бабу. Которая работает в этом туфоне. Которая все-таки монстр, мне кажется, нежели человек. О, подруга ко мне пришла на работу навестить меня. Она ко мне подкатывает, я тебе отвечаю. Мне потом придется выбирать, либо мужик, либо баба. Я тебе отвечаю. Вот 100% так и будет. У тебя есть суперспособность? Шутки надо мной шутите? Она решила всем рассказать, да? Мы серьезно? Похоже, что мы с Райаном шутили над такими вещами. Это правда. Ладно. Тогда скажи, что я сейчас чувствую. Недоверие. Да дурак, не шути, она сейчас не поверит еще больше. Давай, погружайся в нее. Ты чувствуешь легкое раздражение. Тебе обидно, что мы рассказали тебе только сейчас. Правда это или нет, но тебе не нравится быть в стороне. Да, это так бы и я сказала. Ну, ладно. Но не доверилась она еще, не доверилась. Черт. Настольный футбол. Ты точно знала, что нужно сделать. Ты нуждалась в этом. Тебе нужно было сосредоточиться на положительных воспоминаниях, а не тонуть в тоске. Я решила, что это поможет. И это помогло. Только в следующий раз предупреждаю заранее, ладно? Договорились. Вот и все. Теперь весь город будет знать. Вот уж не думала, что у меня будет подружка Эмпат. С ума сойти. Да, это я. Я могу немножечко и пойти в Алфею учиться. Видели сегодня Диану? Нет. Но она была вчера здесь, работала за ноутбуком. Ты сказала, что она боялась чего-то, связанного с смертью Гейба. Если она покрывает тайфон, у нее наверняка есть доказательства. Надеюсь. Нужно подумать план на случай, если она сегодня придет. А пока мне нужно закончить смену. Мы займемся планом. А я пошла работать. Все-таки я, типа, деньги получаю. Пора отработать зарплату. Нужно убрать грязную эту самую. Так, музыкальный аппарат. Мы можем выбрать музыку. О, женщина. Пикник. Жирафики. Во, бобра включу. Хочу бобра. Ну ладно, я что-то включила. Так, бегунья. Мне нельзя на пробежку. Все видят, что я жирная и неловкая. Нет, забудь об этом. Давай я тебе помогу. Я уберу грязную посуду. Хорошо? Видала? Я убрала ее. Почему я не могу? Я не понимаю, как с ними разговаривать. Я, типа, я готова ее поддержать. Но я не понимаю, как с ней поговорить. Типа, доступен новый диалог. Типа, ну, допустим, я к ней подхожу. А, вот, говорить. Можно спросить? Я всегда стеснялся начать бегать, а вы, похоже, профи. Может, посоветуйте что-нибудь? Ээээ, пусть это тебя не останавливает. Пересиль себя и беги. Вот, видишь, я ее подбадрила. Я попробую. Спасибо. Я думаю, я ей помогла. Поверь мне. Ты не одна такая. Во, видишь, она перестала париться. Расслабилась. О, Джетт сидит. Че, как у тебя дела? Вы же разменяли мелочь для кассы? Нет, это твоя работа. Так, студентка здесь сидит. О чем думает студентка? Where are you, girl from Rome? Нормально. Боже, как же я скучала по этой песне. Раньше ее постоянно здесь крутили. Странно, никогда я не слышала. Может, Джетт знает, куда она пропала? Давайте спросим. Джетт? А где мы храним диски, которые не используем в музыкальном автомате? Нигде? Все, что у нас есть в автомате? Поняла. Просто так спросил. А как она называется? Where are you, girl from Rome? Так, ну хорошо. Давайте я ее найду. Я ради этого сейчас включу себе музыку. Так, здесь какая-то злая тетка сидит. Надо ей... Иди к черту, Райан и Лукан. Райан, орнитолог, как года, как же. Подави своим титулом. Вот, блин, у Райана появилась соперница. А что, я могу с ним поговорить? Орнитолог-любитель. Но она его прям не ненавидит. Тогда хорошо, что я ей не помогла найти птицу. Раз она не любит моего Райана. Райан мне нравится, хороший парень. Я тут у вас уберу по сутку, хорошо? Что там, кто-то пришел? Опа-ча. Приперлась, Шаболда. Она здесь. Так, не ссыте. Привет. Добро пожаловать. Я сейчас подойду. Ребята, у вас есть план все еще, да? Блин, подожди, я еще не везде полазила. Дай я похожу, посмотрю. Нужно поговорить со Стеф и Райаном. Сейчас поговорим. Сначала мы идем заниматься своими делами. О, Даки сидит. Сегодня будет долгая ночь, как и всегда. Каждый год. Одно и то же. Даки, все хорошо? Конечно. Лучше не бывало. Ну ладно, рада это слышать. Давайте послушаем, что он думает еще. Ладно, он не хочет рассказывать. Бильярдный стол. Посмотреть. Смотрите, это что за... И на какой черт не куртка, на которой написано «Ацкие рудокопы»? Даже не знаю, начальник. Можешь ее надеть, например, как мы. Так, Бомбер Люкана. Мне, знаете, что кажется? Что та штучка, которую мы с вами ищем, она в теории может быть у этого. Блин, я бы хотела ей включить эту песню, но я не знаю, как она называется. О чем это думает? Если я смогу разобраться с этим сама, мне даже не придется ничего рассказывать Райле, и я не стану обузой. Больно ведь, как она пытается справиться с этим сама. Как у вас дела, Эляно? Кайфуешь? У меня все в порядке. Спасибо, милая. Врешь? Спасибо, что помогла мне пару недель назад. Это многое для меня значит. Ну да. Не за что. Рада, что смогла помочь. Короче, не знаю я. Я пыталась найти музыку для этой тупой бабы. А, давайте у ребят спрошу. Знаете песню, в которой поэтка? Where are you, girl from home? Я искал реально очень долго. Может, они знают? Охренеть, вот это пред из прошлого. Alabaster Day Dreams. Мой отец любил эту песню. Гейб постоянно ставил ее на повтор, чтобы его побесить. Дошло до того, что он уже не мог ее слушать. Ага. И что с ней случилось? В какой-то момент Джет вытащил ее из автомата и куда-то запрятал. Можешь спросить его. Оказывается, все было гораздо проще. Ну ладно. Джет. Ты врунишка, говорят. Вам что, мы говорим, название Alabaster Day Dreams? Ах ты ж, вся вбратца. Ну да. Да, давненько мы ее не доставали. Она где-то за стойкой. Окей, спасибо, спасибо. Ну просто я хочу порадовать студентку. Вот она. Студентка хотела, чтобы я ее порадовала. Ну-ка послушаем эту загадочную песню. Она, наверное, встала обратно на свое место, которое было там, типа, песней Missing. Ну пусть послушает, типа, девушка. Че, жалко что ли? Зато она сейчас кайфанет, лучше экзамен напишет. И скажет, блин, офигенно. Я сюда приду еще раз. Все, воспроизвели. Ну-ка. Во, смотри, она засветила счастьем. Счастьем. Точно, Alabaster Day Trims. Чего? Ну как? Не думай об этом. Видали, какая она счастливая теперь? Вот это я понимаю. Так, ну че, ребята, вы мне дадите это задание-то? Так, она пришла. Каков план? Вообще-то у нас их два. Но мы пока в процессе обсуждения. То есть мне сейчас придется выбирать. Так, два это хорошо. Лучше, чем ноль. Хорошо, что есть выбор. И что это за планы? Вот что я предупрела. Я приглашаю Диану на свидание. Погоди, че? И она поглощенная перспектива и не замечает, как некий Райан Лукан тырит ее ноутбук и забирает наверх вместе с неопровержимыми доказательствами. Потом мы с Дианой можем перепихнуться, но это уже детали. Не в моем вкусе, Диана. Мне не очень. Боже мой, Мария, скажи, что у тебя есть идея получше. Есть. Давай. Сразу скажу, это тот же план, только... Отвлекать ее буду я. Стеф, я даже не уверен, что она лесбиянка. Ей наверняка нравятся суровые двухметровые лесорубы. Она же приезжая. Вот это план, надежный, как швейцарские часы. Так, давайте пообсуждаем еще. Трахаться со штукой, которая убила моего брата, такое себе. Ребят, трахайтесь лучше со мной. Вы че? Мне кажется, над этими планами еще нужно поработать. Чего? Но ведь план проще некуда. Буквально два шага. Тебе просто нужно выбрать, кто из нас привлекательнее. Я не буду этого делать. Сами там на ножнице. Ты одна, можешь нас рассудить. Да ну нет. Да вы че, идиоты? Два дебила. Вы два... Подожди, блин. Откуда я знаю, лесбиянка она или не лесбиянка? Откуда я знаю? Бисексуал? Может, она бисексуальна? Идите вдвоем. Я даже до сих пор еще не знаю, с кем я хочу больше мутить. С мужиком или с бабой? Ну, Стеф так говорила, что она прям очень... Вот когда она говорила, мне показалось, что она прям очень сильно хочет, чтобы она, ну, перепихнуться с этой Дианой. А этот не говорил, что будет с ней перепихиваться, понимаешь? Он галантный джентльмен. Пусть идет Райан. Пусть идет мужик, короче. Пусть это будет Райан. Пусть разбирается по-мужски. Ты, конечно, красотка, Стеф, но мне кажется, что для Диана актуальнее будет Райан. Не расстраивайся. Вот это вот. Ущипните меня кто-нибудь. Я оценю ваши усилия, но мы ведь даже не знаем, есть ли на ее ноутбуке что-то ценное. Она расстроилась, что не потрахается сегодня с бабой. Я попробую просто с ней пообщаться. Может, я разговариваю ее, прочту ее эмоции. Я дам вам знать, если мне понадобится отвлекающий маневр. Удачь. Пивко? Как обычно. Спасибо, Алекс. Как бы вывести ее из равновесия? Помоги мне ради Гейба. Вы ведь знаете, что я хочу одного справедливости. Пожалуйста, помоги мне. Я пытаюсь быть пущкой. Не беси меня. Ты же что-то знаешь. Алекс, поверяю тебя, Тайфун намерен пресечательное открытое расследование. Мы не меньше тебя хотим найти виновных и призвать их к ответственности. Это факт. Но ты что-то боишься. Хорошо. В отличие от Мака, безразличенно изображают мастерские. Но что она чувствует на самом деле? Пытаюсь прочувствовать. Ну, сперва попробую ее прочитать. Бедный Гейб. Никто не заслуживает такой смерти. Ей грустно. Если она продолжит думать о смерти Гейба, возможно, мне удастся выяснить больше. Так, пиво спросить, крестик, фотография. А что на фотографии? Салфетки спросить. Листовка, Тайфун, рисунок посмотреть. Читать. Черный фонарь Итан Ламберт. О, давай про рисунок спросим. Вы присоединитесь к крылевой игре? Итану очень тяжело, и мы надеемся, что игра поднимет ему настроение. Я не могу, но желаю удачи. Он наверняка будет вам благодарен. Сука. Так, а что за фотография? Какое милое фото. Мои племянники, они очень славные. Да. Уильям Блум. Гейб обожал его. Кажется, он провел целый год слушая только его. Правда? У него был хороший вкус. Странно, что мы никогда об этом не говорили. Да. А что мне еще-то спросить? Ну, давай спрошу про крестик. Красивый крестик. Спасибо. Все? Вы с Гейбом наверняка столько пива выпили вместе. Он был отличным барменом. Спрашивал... А, скрашивал мне долгие рабочие дни. Так, теперь мне нужно что-то, что выведет Диану из равновесия. Что за табличка Гейба? Спросить табличка Гейба. Давай. Я знаю, что вы неплохой человек. Но... Мой брат погиб из-за ваших решений и тайфона. Что вы теперь чувствуете? Я правда хочу знать. Давай, давай. Хватит там притворяться. Алекс, я... Мы... Тайфун делает все возможное. Тайфун делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию. Это правда. Поверь мне. А я что-то чувствую. А я что-то скрываешь. Не получилось выбить ее из равновесия? Ага, вот та эмоция, которую я искала. Пора узнать, почему Диана испытывает чувство вины. Сейчас я узнаю. Давай, опять экстрасенсорные способности вошли в ЧА. Давай. Так, ей поступил звонок. Подозрительно так сидим, вообще не палимся. Так, пора выяснить, что скрывает Диана. Алло. Это Джейкобс. Это заместитель шерифа Пайк. Прости, Пайк, но мы сейчас очень заняты. Развешел несчастный случай. Какой? Так. Он приехал сюда в поисках лучшей жизни, как и я. Его больше нет. Я? Все еще тут? Он приехал... А, все. Минуточку. Тут что-то еще. Флешка. Я не могу исправить то, что сделал Тайфон, и окреститься от своей роли в этом кошмаре. Но, по крайней мере, у меня есть все, что нужно, чтобы защититься от них. Охренеть, у нее на флешке наверняка есть доказательства. Похоже, мне все-таки придется как-то ее отвлечь. Ну да, ну да. Ладно. Пишем смс-ку. Код красный, код красный. Выходим на тропу войны. Лись, лись, полись. Блин, надо было все-таки женщину выбирать. Она, наверное, лучше лижет. Блин, ну ладно. Давайте, на КМН. Она сказала, сейчас придем. Сейчас мы последний раз Орел-Решку подкинем. Мне кажется, придет она. Она скажет ему, давай я пойду. Ну, пожалуйста, очень сильно хочу любви и ласки. Ладно, спасибо за, что пообщались. Я пойду. Или я буду сидеть как дебил. Совсем беспалевно. О. Блин, он как дебил менжуется. Дайана. Привет, Райан. Как дела? Если ты свободная сегодня, может, погуляем вдвоем? Я знаю несколько очень красивых горных троп. Звучит прекрасно. Звучит отлично. Райан знает все о Флоре и Фауне Хайвинг Спринс. Райан, расскажи Диане о Флоре и Фауне. Как неловко. Боже мой, почему делают они, а стыдно мне. Ну, вот это, например, колорадская сойка. Она может проглотить более 40 семян подряд, чтобы у нее был очень эластичный пищевод. Ничего себе. Мне кажется, девушка поубедительной бы его откликала. Ну, что скажешь. Спешить некуда, он никуда не денется. Обдумайте предложение Райана и поговорите с ним позже. Ну все, мне пора бежать. До скорого. Совсем не палитесь. Совсем не палитесь, идиоты. Вот такие беспалевные. Просто я вообще в шоке. Хихикают еще. Посмотри, дураки, как школьники себя ведут. Обалдеть, это было. Это просто эпик. Безумие какое-то. У меня сердце вот-вот выскочит. Ну вы школьники. Райан, серьезно. Кажется, Диана тебя хочет. Точно, даже не верится. Эй. Это было улетно. Ребята, это было улетно. О боже. Флешка у меня. Главное, чтобы на ней не было вируса. Надеюсь, минут его стоило. Вот это я понимаю. Красота. Так, ну давайте. Защищено паролем. Я не удивлена. Я отнесу ее Райле. Может, он согласится помочь. Она в этом шарит. А пока нам нужно подготовиться к королевке. Ну давай, подготовимся к королевке. Мери свою шляпу и встретимся в парке. И гитару не забудь. Ладно. Гитара? А гитара обязательно? Чего? А как ты собираешься отыграть барды без гитары? Твоя работа? Услаждать музыкой слух окружающих. Ладно. Тогда готовьтесь услаждаться. Все, валите давайте отсюда. Идите. Пошли вон. Мне надо переодеваться. Ты закончила эту свою штуку? Еле успел. Сидел всю ночь. Сто лет не занимался резьбой. У меня появились друзья. Причем друзья, которые иногда хотят перепихнуть. Так, давайте посмотрим. Управление шерифа. Хотел бы кратко обновлю информацию про следение гитаре. Да. Смерть признана несчастным случаем. Дело не закрыто. И мы призвали всех. Так, все-таки он погиб. Иногда сложно понять, где заканчивается гейп. Начинаю с я. Его работы, его квартира, его жизнь в городе. Но если шов и есть, то он где-то на Стеф и Райне. Кого выберешь ты? Стеф или Райна? Ну, я выберу пока мальчика. Потом бы, если буду перепроходить для себя, выберу девочку. Типа, ну... Как-то так. Она не настолько хороша, как Хлоя. Чтобы выбирать ее. Вот в первой части я прям сразу поняла, я хочу Хлою. А здесь, ну, не знаю, типа. Она типа похожа на Хлою, но не дотягивает немножко. Так, ладно, пойдемте полазим. Что тут есть еще? Ноутбук посмотреть, видеоигра, сундук. А что в сундуке? А, шляпа, наверное. И что у меня за шляпа? А я могу выбрать какую-нибудь шляпку сама? Хочу красивую шляпку. Так, шляпа Барда. Ключ. Что за ключ? Не знаю, от чего ключ. Буа из пириев. Не хочу знать, что он это делает. Спрятанное пиво. Очередная заначка Гейба. Вот же придурок. Так, берем шляпу Барда. Ах, черт. Что, порвано, что ли? Перо отвалилось. Может, я смогу его найти? Ну, сейчас найдем. Буа возьми. Горанер вернул вещи Гейба. Пайк принес их несколько дней назад. Рано или поздно придется их разобрать. Перемещать. Выбрать. Осталась одна спичка. Не знаю почему, но для Гейба она явно была очень важна. Не сдавайся. Никогда не знаешь, в какой момент тебе понадобится огонь. Я продолжу потом, Гейб. Да ладно, сейчас можно продолжить. Че ты? У нас с времени вагон. Надо найти перо. Стеф обожает детали. Так здесь же было перо. В Буа. Нет? Из Буа вытерни и воткни. Будет розовое перо. Оно идеально подойдет. Не хочу узнать, что он тут делает. Странно, странно. Гном. Список дел. Ну вот, мы сделали еще один шаг. Ой, сколько много всего. Вот это планы у них. Че по записке пишут? Стэф, я тебя убью. Алекс, Стэф сказала мне, что ты хотела бы сыграть на нашем следующем музыкальном вечере. Ты наверняка поможешь людям расслабиться и поворотней ловкость. Справишься, Джет? Да вы че? А меня че никто не спросил. Надо последовать совету, Стэф. Спасибо тебе за настольный футбол. Серьезно, только ешься сразу, Стэф. Я ей явно нравлюсь. Так, выдвижной ящик. Давай его отопрем, посмотрим, что у нас там. Надо найти перышко. Хочу красивое перышко. Блокнотик. Че там? Записки моего брата? Наверное, это Гейба. Список того, что нужно сделать. А, исправить. Найти Алекс, найти владельца, умного шварелета, возместить Джеду аренду, вернуть, сделать пожертвование, исправить лицентр Лоуренса, новый бонг. Ну, у него такие прям были дела. Какой длинный список. Я уверена, он наверняка был справился. Ну, шо поделать. Мы еще будем, видимо, много вещей находить нашего брата, почившего, потому что мы особо и не рылись-то ни в чем. Шушу, привет. Так, я хочу одеться. Надо выбрать себе внешний видок. Подходящий под ролевку. Ну, больше всего, конечно, по цвету подойдет вот это. Конечно, все равно дебильно выглядит, но зато уже лучше. Где перо-то найти? Перышко, перышко, где ты? Давайте попробуем подняться на улицу. Может быть, там какая-нибудь птица там это сдохла. Мы выдернем перо и засунем себе. Надо попробовать. Не попробуешь, не узнаешь. Мне кажется, здесь должна лежать какая-то птичка. Хватит тебя за яичко. Уже осень наступила, да? Или потихонечку приближается? У нас тоже за окном осень. Противно, холодно, мерзко, гадость. Просто фул. Не нравится мне вот это вот. О, вот голубая птица. Сто процентов надо у нее перо дернуть. Ну и дела. Сад совсем зарос. Да не говори. Может, кто-то просто за ним не следит? Может, надо следить? Так, где птичка? Птичка! Схвачу тебя за яичко. Птичка! Вот птичка, смотри. Прополоть. Давай прополю. Немножечко наведу порядок. Представлю себя юным садоводом. Может, там перо лежит среди этих кустов. Зато теперь смотри, как красиво здесь, а? Птичка. Если хочешь здесь жить, не забывай мыть за собой посуду. А, все, что ли? То есть, это все, что я здесь сделала. Блин, я так и не нашла перо, ты представляешь? А где ж перо тогда лежит? Где мне найти перо? Не поняла. Я сейчас такой скандал ученю. Что это значит? Где мое перо? Алло. А где оно может быть? Записки. Хватит тебя записки. Сейчас найдем. Так, велосипед. Нет. Музыка. Использовать бурундук. Ноутбук. А, перо. Вот оно. Спряталось. Видал? Вот оно, перышко. Мы стали как-то немножечко похожи на лютика. Тебе не кажется? Из-за демока прям такая же красная шляпка, красные штаны. Неплохо. Так, берем гитару. Нас попросили взять гитару. Вот такая вот запара. Ну все, пошли. Поиграем в ролевку. Сейчас я буду самым классным бардом на районе. Буду песни петь и фляски устраивать. Алекс, привет, это Стеф. Ну погнали. Спуститься вниз. Ну пойдемте. Наше дело просто смело взять пойти на ДНД. Я пошла. Это будет мое, по-моему, второе уже ДНД. Мы в какой-то еще игре играли. В какие-то такие ролевки и принимали там решения. Это было прикольно. Давайте здесь будем бардить, исцелять и поднимать Итану мелкому настроению. Он вон сидит. Он, по-моему, судя по всему, будет этот самый главный злодей. У него вон там свиток. Ой, не злодей, а герой-герой. Привет, братан. Смотри, я Барт. Меня зовут Александра. Эй! Как дела? Только не надо пытаться меня развеселить. А ты нудный. Ладно. Признаю. Итрис не удалась. Но... Сделай это ради Гейба. Гейба так хотелось пойти на эту игру вместе с тобой. Он бы наверняка хотел, чтобы ты в ней участвовал. Я и сам этого хочу. Просто... Ну все, началось. Все так стараются. Если я не буду счастлив, они расстроятся. Ну так не расстраивайся. Сколько можно грустить? Жизнь продолжается. Странно, наверное, когда толпа взрослых уговаривает тебя надеть костюм и сделать вид, будто тебе весело. Точно. Особенно мама. Она все время грустна из-за того, что я переживаю. Но я же не могу взять и притвориться, что все хорошо. Ну это логично. Просто оставьте ребенка в покое. Он должен это сам пережить. Я тебя понимаю. Но бери пример с меня. Мне вообще пофиг. Тогда не надо, давайте ему скажем. Так и не притворяйся. Просто будь собой. Только в смешной шляпе и с пенопластовым мечом. Я думала, мы ему скажем, иди домой. А если мне все равно, ну... Будет грустно. Ну, что поделать. Ну и что тут такого? Это нормально. Никто не подумает о тебе плохо, если ты просто... Будешь собой. Ладно. Ну да, что ты... Отвлекись просто. Но я не хочу заниматься этим один. Мне нужна твоя помощь. Конечно. Я вообще-то Барт. Не Симпсон, не путать. Не надо путать. Шуршат лепесточки. Как красиво. Мы сейчас сядем где-нибудь. О, нифига. Хрина, вы тут устроили. Нормальный. Истребитель чудищ. Тейнер. Калабагам, ты пришел. Я в отчаянии. Мне нужен великий герой. Быть может, это ты? Прошу, расскажи мне о своих подвигах. Нормально не развлекается. Ну, их было много. Может, мой Барт что-нибудь обо мне споет. О, да. Конечно. Орда-угров, древний Кракен. Орда-огров. На нас наступала огров-орда, но Тейнер расстраивался с ней без труда. Святые небеса. Выходит, ты Барт Тейнер и Александра, чьи песни обладают волшебной силой. Я их исцеляю. Похоже, вы те самые герои, которые мне нужны. Меня зовут Король Тейбор. В моем королевстве наступил век чудовищ. Ужасные твари наводнили улицы. Народ живет в постоянном страхе. Но надежда еще есть. В древнем пророчестве говорится о трех волшебных самокитах, камнях души, которые могут нас спасти. Вы должны обойти королевство, победить всех чудовищ на своем пути и принести мне эти камни. Вы понимаете? Да. Хорошо, тогда ступайте. Мой народ верит в вас. Начнем с главной улицы? Ладно. Ну, пошла искать драгоценные камни. Чушь, неплохо. Вот это, конечно, мы прикольно придумали. Ночью в городе сорочья лавка и пустые полки на имени вашей палочке наполнены самыми разными магическими товарами. Приглашаем смертных горожан прийти и посмотреть, что у нас есть. Нормально я развлекаю. Че, он счастлив? Че думает? Алекс, спасла ситуацию. Гейб мог бы ей гордиться. Спасибо, Джет. Ну, ты красавчик. Так, пойдемте посмотрим, что тут вообще есть. Блин, прикиньте, какая ролевка. Весь город, блин, запарился. Ты приколись? Шоп. Откуда мы знаем, где искать? Мы не знаем. Это настоящее приключение. О-о-о, да-да, вот тебе и о. О-о-о. Дай я похожу, посмотрю, что тут есть вообще. Может, что-нибудь прикольное найду. Да-а-а. Не хочешь на качельках улететь в космос? Мне надо искать эти камни, блин, ты приколись. Как думаешь, для чего нужны драгоценные камни? Магический ритуал? Это же логично. Который защищает все королевство? А король Тейбл умеет карновать? Да. Но у него, наверное, есть. Блин, слишком много вот этого Тейлор, Трейлор. И у меня язык заплетается. Так что не это самое. Зачем мы сюда спустились, я не знаю. О, какой прикольный олень. Ля, гоу кататься, братан. Нахрен нам вот эти квесты. Блин, прикольно, мне нравится. Пока мы, правда, ничего еще не делаем. Но, тем не менее, мы тут ходим. Это важно. Так, что делать здесь, дядька? Отлично выглядите. Спасибо. Свиток лежит! Смотри, я нашла свиток. Свиток исцеления. Полностью останавливает здоровье вам и вашим союзникам. Снимается отрицательные эффекты отравления, глушения и так далее. Можно воспользоваться только один раз. Окей. Что это? Это волшебный свиток, который можем использовать в бою. О, супер. Нужно поискать еще. Мы обязательно найдем, братан. А, это же волк. Ужасный волк. Проклятие, что нам делать? Думаю, придется драться. Как это смешно. Я буду песни петь, я Барт. Так. Че? Так. Итан, давай. Атакуй. Меч пламени. Одна единственная урона, и ты горишь. Еще два хода. Так. Аликс. Атака. Расстроенная струна. Он меня ударил. Две единицы урона. Нихера себе. Че он меня ударил? Он сейчас умрет. Итан. Атака. Удар. А сколько у волка этих самых? Еее, мы выиграли волка. Боже мой, какая крепота. Вот это что происходит? Мы играем в ДНД. Да, Пыча. Блин, мне теперь его жалко. Я хочу Райана теперь погладить по хвостику и потерпеть его шишечку. Класс. Одна единица урона союзникам? Да, с Тейнером надо быть поласковей. Умение. Воин. Огненный взрыв. Эффект 3 единицы урона врагам плюс одна... Ой, нет, эту фигню лучше не использовать. Идем дальше. Я смотрю, тебе понравилось. А он так и будет лежать? Как дурак. Каким же кретином я, наверное, выгляжу. Вот вам и красавчик. Прикол вообще. Змей. Блин, вот тут у них там вообще приколы происходят. Райли. Что ж, ты заслужишь того, чтобы знать правду. К тому, что поддержала мага, когда на него Долин не говорит, но мы перед тобой в долгу. В общем, если тебе что-то понадобится, я буду в магазине. Очень тебе благодарна. О, еще к Райли зайдем. Хорошо. Блин, прикол. Мне нравится играть в ДНД с ними. А, ну да, он тут у Волкова выскочил. Давайте не будем пытаться торопиться. Внимательно будем осматривать каждый уголок, чтобы, не дай боже, ничего не пропустить. Ну, потому что не хочется пропустить. Интересно же. Я, конечно, понимаю, что это сложно, но тем не менее. Там вон какой-то шут гороховый стоит. Что хочет, непонятно. Опа, свиток, еще один. Свиток проворства. Плюс один к уклонению. Вы и ваш союзник уклоняются от следующей атаки. Да, еще свиток нашла. Видала, какая красотка вообще. Офигенная чурла. Не то, что ты. Ты ничего не делаешь. О, еще свиток. Свиток исцеления. Класс. Вот это я понимаю. Барт к тебе пришел. По твою душу. Тейнер. И я. Александра. Вот Александру проще выговорить, чем вот это все остальное. Похоже, черный фонарь тоже часть игры. Да. О, там кровь. Остерегайтесь, путники, в таверну входить. Такая бойня там была, что дым столбом стоит. Он счастливый. Не помню, когда я в последний раз получал столько удовольствия. Поддерживаю. Разгадать загадку. Загадывай свою загадку. Все говорят, их было трое героев, что давно мертвы. А души хранят три камня. Один как кровь, другой фиалка, а третий... Подумайте, не скажите, прозвание павших каковы. И откуда нам спрашивается-то знать? Может, поищем подсказки? Охренеть. Вот это тут начались какие-то непонятные штуковины. О, свиток, еще один я нашла. Смотри, еще один свиток. Да, господи, возьми ты его. Свиток преимущество. Вы, союзники, получаете дополнительный ход. О, мы с тобой прямо искатели свитков. Да не говори. Я прямо свято-это, святохранительница. Так, ну здесь кровь. Напоминание. Вы что-то уранили, Диана. Какое-то напоминание. А зачем оно нам? Кровь. А, давайте воспоминания-то послушаем. Я вообще не сплю, понимаете? Я закрываю глаза, и мой мозг наполняется мыслями. И эти сожаления. Я просто лежу, плачу и чувствую себя ужасным человеком. Ну ты ж вроде ничего не делала. Вы упомянули сожаления. Можете рассказать подробнее, о чем вы сожалеете? Она к психиатру ходит? Не знаю. Я уже не уверена. Так, смотри, тут кровь. Ого, это еще что такое? Похоже, черный фонарь тоже часть игры. Конечно, это часть игры. Ну пошли в черный фонарь. Вряд ли там на нем все закончится, правильно? Да, ну пошли войдем. Поищем здесь? Да. Давай зайдем. Ну пойдем. Таверна. Блин, фига не подготовились. Прям, ты видал? Целый город переоформили ради игры какой-то. Представляешь? Молодцы, конечно, ребята. О-о-о. Тут было реально какое-то побоище. Ой, кто-то руку забыл. Что здесь произошло? О! Гном. А товарищи по несчастью! Ты ранен? Ты ранен? Я ж не первый раз сталкиваюсь с чудищем. Знаю, как от него ускользнуть. У тебя есть ключ. Ты знаешь, от чего этот ключ? Он принадлежал трактирщику Барри. Вот, его нога валяется. Так что, если решите перепробовать все замки, он не станет вам мешать. Нормально. Ха. Во, прикол. Посмотрим, что он думает. Эш, надо было убить степь, чтобы персонажа желаем быть за барной стойкой один. Гениально! Вся выпивка моя! Во, какашкин, ты прикинь, подбухивает тут. Так, ступка, окровавленная нога. Что мы еще можем сделать? Давайте посмотрим на плакат розыска. У этого крыльевства серьезные проблемы. Да, не говори. Так, бумажка. Очередные пять лет позади, я объявляю 13-е собрание сухарей с тегу открытым. С бесскорбием вынужден сообщить, что один из нас все еще не умер. Первый вопрос. Так, и как думаешь, долго еще ты будешь коптить воздух, по ощущениям? Столько, сколько нужно, чтобы сорвать куш, Гордон. И не минуты дольше. Блин, они, конечно, все у этого... Ой, энциклопедия о чудовищах. Офигеть. Вот это она, конечно, прям придумала. Опа, письмо. Похоже, Лоренс остался без советчика. Беру нас в совет, который дадут тебе во время нашего последнего ужина, не продавая свое дело, век чудовищ наверняка скоро закончится. Из надежных источников стало известно, что на призыв к величеству, обращенный к героям, откликнулся никто иной, как Теннер, легендарный охотник на Мон. Строф, видимо, не успел дописать, его убили. Что ж, неплохая такая ролевочка. Блин, я бы в такие ролевочки поиграла. О, монета. Ведьмаку заплатите чеканой монетой, чеканой монетой. Видал? Ну, это понимаю. Так, ноты. Что за ноты? Это у меня какой-то свиток исцеления, типа того? Видать, да. А где же вторая половина нот? Вард, умение, гипнотическая фигура. Ну, видимо, нужно найти гипнотическую фигуру. Блин, как прикольно. Ну, чё? Открывай. Ну что, удалось открыть сундук? Да, но там ничего. Так, по-моему, я проверил все скважины. И? Ну, что теперь? И что нам это делать? Музыкальная шкатулка, может быть? Не обратил внимания на шкатулку с драконом. Фейнор, ты это видел? Вот оно! Открывай! Чё там лежит? Наверное, первый камень. Драгоценный самоцвет! О-о-о! Это же один из камней! Забирай! Только он, наверное, проклят. Нет? Офигенно! Блин, я теперь тоже хочу поиграть в такую офигенную игру. Один у нас, осталось еще два. Все оказалось не так уж и страшно, правда? Теперь я уверена, что мы сумеем найти все остальные. Но спасибо, что наконец поверила в нас. Да, пойдем отсюда. Валим! Пока! В добрый путь! В добрый путь! И будет там побухивать этот старый гном. Ну, в общем, на этой нотке давайте с вами тогда завершим. Продолжим играть в наш местный ДНД в следующей серии. А пока пишите, как вам эта серия. Подписывайтесь на канал и увидимся с вами уже очень скоро. С вами была я, Наташа. Увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok